Вот, ну то есть, понимаете, идея в том заключается, что надо иметь знание о том, как вести себя, потому что внешне может показаться иначе. Допустим, жена капризничает, ведёт себя очень раздражительно, взбалмошно, ну то есть мучает с разными советами, пытается воспитывать тебя постоянно. А ты просто по-доброму, нежно-ласково себя ведёшь с ней, вызывая в ней божественную женскую природу. Обладая знанием, можно так себя вести, и постепенно женщина приходит к чувству защищённости рядом с таким человеком, она успокаивается, чувствует, что опасности нет, и начинает вести себя со стороны своих божественных качеств, то есть начинает проявлять божественные качества, а свои человеческие качества, которые тебе и положены по судьбе, почему он так себя ведёт, потому что ей так положено, она перестарается убирать. Но если они вылезли у неё наружу, она потом извиняется. Ну то есть она понимает, что с этим человеком надо вести себя по-другому, потому что он хороший. Ну то есть женщине ещё надо доказать, что ты готов с её божественными качествами иметь отношение. Но если мужчины как бы сомневаются в том, что женщине всё-таки надо сначала в мужчине, не мужское, а женское, то тогда послушаем песенку. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, Будь со мною бежным, будь со мною прежним, Да мои счастливые, глупые слова, Чтоб и каждый светлый глощатся в головах. Ну вопрос, а что, как бы мужчина, он такой по природе, да, всегда глупые слова говорит, да? Это его природа, да? Нет. Мужчина серьёзная природа, он глупые слова не говорит. Он что, бережный по природе мужчина? Вот я не бережный, например, не знаю, как остальные. Я хочу быть бережным. Но я когда прохожу мимо косяка, я за него задеваю, штаны рвутся. Почему? Потому что я, как бы, думаю о возвышенных вещах каких-то, а не о штанах. И карман раз, отлетает. Ну я вам конкретные события, как бы, в жизни говорю. Мужчина говорит, ты что вообще, как бы, новые штаны? Ну, то есть, я не бережный. Или я когда сажусь кушать, она бежит сразу, раз, на меня фартук надевает. Сразу, прям, быстрее, быстрее, раз, надевает на меня фартук. Почему? Потому что она знает, что будет дальше. Что одежда новая, чистая, будет вся испачкана. Потому что я не бережный. Природа, видите, мужчина в отношениях с женщиной, он начинает вести себя бережно, ласково, нежно. Хотя это не его природа. Почему он так делает? Потому что он верит в божественное начало женщины. Или просто знает об этом. Он просто из чувства долга сначала так на себя ведет, если он разумный. Потому что неразумный мужчина говорит, с этой дурой я так себя вести не буду. Ну, как бы на что настроился, то и получил. Потому что у женщины есть благословляющая энергия, есть проклинающая. Если ты настроился на ее плохие качества, она станет змеей подколодной. А если как бы настроился на хорошее, она тебе подарит счастье. Ну, выбирай, что ты хочешь. Просто и все, от судьбы. Если хочешь от нее счастья, тогда настройся на ее божественные качества. Если хочешь от нее всего остального, то тогда настройся на все остальное. И это тоже у нее есть. Как бы, да, у любой женщины есть такая сила, чтобы мужчине сделать веселую жизнь. Вообще просто полностью веселую. Каждую секунду. Понимаете, у любой женщины это в природе заложено, нет проблем. Хочешь на это настраиваться, пожалуйста. Хочешь, чтобы она тебе принесла столько счастья в жизни, тоже возможно. Если ты перестаешь в ней видеть, ну, не обращаешь внимания на ее человеческие качества, которые тебе по судьбе даны, и контактируешь с ее божественным качеством. Это называется уважение к женщине. То есть она, допустим, капризничает, а ты говоришь, что ты у меня такая вообще скромная, терпеливая. Она смеется. Вот я так с женой говорю. Она начинает капризничать. Ну, устала там, допустим, или еще что-то. Я говорю, слушай, ты у меня такая вообще терпеливая. И она смеется. Ну, потому что она чувствует, что она терпеливая. И она говорит, почему так сказала? Я говорю, ну, потому что, видишь, ты столько терпела, и только сейчас начинаешь капризничать. Она говорит, это правда. А? Можно, нужно. Ну, что значит, можно. Вот. И потом дальше. Женщина тоже хочет еще мужского от мужчины. Но сначала женского. Видите? То есть бережный, нежный, ласковый. Говори глупые слова. Ну, то есть это все женское. То есть это то, что у мужчины нет. Но она от этого от него хочет. Теперь дальше, чего она хочет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мужское, да? Это уже мужская энергия пошла. Теперь интересно знать, что она готова за это, за все. Она перечислила 10 пунктов. 11, по-моему. Теперь интересно знать, что она за это готова дать. У женщин. И интересно, если я анализировал это много раз с мужчинами, оказывается, этого достаточно. Что она хочет дать, вот интересно, давайте послушаем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все, как бы веселое и красивое. Больше ничего. Ну, то есть веселое и красивое, это в переводе на русский язык означает, веселое означает, не будет выносить мозги. То есть если она веселая, что ей выносить мозги? У нее хорошее настроение. И красивое означает, что она будет пытаться тебе понравиться. То есть красивое. Ну все, как бы, а что еще надо? Женщина не выносит мозги, как бы, и все время, как бы, с тобой ведет себя так, чтобы тебе нравилось. Все, как бы, супер. Правда?